Всем привет, друзья! В своих комментариях вы спрашивали меня о том, появился ли какой-то апгрейд упражнений с палками. Да, действительно, апгрейд появился, потому что я много практикую упражнений, в том числе и с палкой, и давайте я немножко поделюсь с вами новой информацией. Если вы смотрели мои старые видео, то мы рассматривали с вами две восьмерки. Прямая восьмерка и обратная. Давайте я коротко напомню. Прямая восьмерка, руку вытянули, сгибаем локоть, здесь движение, раскрыли и таким образом, перенося вес с одной ноги на другую, работая от тела, в большей степени работая плечевым и локтевым суставом, я создаю вот эту восьмерку. Перекладываю в левую руку, то же самое повторяю, получается вот такая восьмерка. Эта восьмерка очень хорошо разобрана на одном из моих онлайн-курсов, как можно записаться, смотрите ниже в описании к видео. Соответственно, прямая восьмерка и восьмерка обратная. Опять перекладываем в правую руку, также вытянули и просто делаем ровно то же самое, но в другую сторону. Таким образом она получается. Давайте посмотрим вид сбоку. Получается снизу, снизу я вытянул, вытянулся, здесь согнул локоть, максимально раскрылся, согнул локоть и таким образом работаю. То же самое я делаю и левой рукой. Вверх, согнул локоть, максимальный круг. Раз, два. И посмотрите фронтально. Раз, два, раз, два. Прямая и обратная восьмерка. Мы больше работали ближе к центру. Работали осью, работали за счет перемещения веса, работали много в локтевых суставах и плечевых суставах. Теперь мы ровно эти же восьмерки вынесем больше на периферию, на запястья, на движение вперед. Посмотрите, что у нас из этого получится. Прямая восьмерка я делаю, взял за середину палку и вот как я делал вот это движение, теперь я его просто выношу вперед и все это делаю просто за счет запястья. Также я переношу вес ноги на ногу и у меня просто получается вот такое мощное движение. Я фактически наношу удар вперед, 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 работаю по вертикальной оси. Раз, два, раз, два, раз, два. Давайте посмотрим вид сбоку. То есть у меня получается движение сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз и я потихонечку просто начинаю наращивать скорость. Раз, два раз два все это делаю не рукой все это я делаю от тела и я стремлюсь палку вытянуть максимально далеко вперед то есть я не возле себя делаю а я делаю туда туда постоянно ее бросаю от себя максимально далеко как будто бы я наношу удар и то же самое будет левой рукой вперед 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 бросил бросил раз два раз два нужно это делать не руками а пульсируя из центра из нижнего центра из живота импульс 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 я могу как двумя ногами подкачку делать за счет этого будет сильное движение так и могу просто перебрасывать вес делая такой дриблинг 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 то же самое я смогу сделать и просто двумя руками когда я палку выбираю выбрасываю вперед да и фактически как я делаю это одной рукой как я делаю это второй рукой то же самое я делаю это просто двумя руками давайте посмотрим вид сбоку это будет выглядеть вот так получается достаточно быстро и при этом вы не теряете контроль потому что вы все время палку бросаете туда на линию это не будет мешать вам перемещаться в пространстве ну и фактически это можно даже использовать и как прикладной аспект естественно не надо постоянно так мельтешить но в определенный момент делая атаку вы сможете атаковать так очень эффективно потому что когда вы учитесь раскручивать палку вот так вот беспрерывно вы всегда сможете очень мощно и точно ударить просто из положения когда у вас палка в руках давайте продолжим и то же самое мы сделаем с обратной восьмеркой то есть мы делали на амплитуде это движение таким образом да и теперь мы это выносим на запястье и у нас получается обратная восьмерка практически то же самое но ведь и траектория сместилась смещается просто вот сюда ближе к запястью я как будто пытаюсь ударить снизу как будто делаю вот такой порез снизу вверх снизу вверх давайте фронтально покажу снизу вверх снизу вверх снизу вверх снизу вверх с вот сюда раз получается вот такая вот работа естественно это должен делать как правой так и левой рукой здесь нужно чтобы ваши запястья были максимально мягкими иначе вы во-первых себе можете по лбу прилететь вам может палкой и просто запястье вырвет на такой большой инерции если будете с напряженными запястьями это делать вы вы их можете даже травмировать запястья должны быть мягкими также как и пальцы и вы просто за счет за счет вот этого движения за счет того что вы импульс создаете из центра из живота у вас получается такой момент ну и по аналогии давайте уже сделаем как мы с вами делали мы берем двумя руками палку и также запускаем обратную восьмерочку у нас получается вот такая комбинация давайте посмотрим вид сбоку 1 1 1 1 1 1 то здесь видите можно крутить достаточно интенсивно и достаточно быстро и дальше когда вы будете соединять прямую восьмерку и обратную с поворотом тела здесь прямая здесь обратная я это могу делать как одной рукой прямая обратная прямая обратная так и другой рукой обратная прямая обратная прямая ну или наоборот но об этом давайте расскажу в следующем сюжете а вообще если вы хотите освоить палку именно системно освоить то я рекомендую пройти у меня онлайн курсы потому что здесь я вам просто показываю упражнения делюсь ими а там я делюсь непосредственно методом и самое главное что там я даю обратную связь то есть я вам сразу же корректирую ошибки поэтому смотрим в описании ниже я оставлю контакт как как попасть ко мне на онлайн школу и также я буду продолжать снимать и открытые видео потому что мне не сложно я с радостью делюсь полезной ценной информации поэтому друзья хотите больше видео больше пишите комментариев задавайте вопросы не стесняйтесь как видите я на большинство вопросов стараюсь отвечать снимая вот подобные сюжеты подобные видео на этом у меня все спасибо за внимание и до встречи в следующих видео видео а